Всем привет! С вами Сакура и сегодня у нас будет обзор на косметику марки Косметической Шаконад. И это наше повторное сотрудничество. Немного об этом интернет-магазине. Там очень большое номинование, более 400 товаров. То есть там для каждой части тела, для любого типа кожи. В общем, есть где разгуляться. И когда мне предложили попробовать программу со спирулиной, то есть, конечно же, мне стало интересно, так как первые впечатления, вы можете посмотреть мой первый обзор об этой марке, весьма положительные. Я, конечно, захотела продолжить наше знакомство, сотрудничество. И, собственно, мне прислали 5 продуктов. Я их сама, если честно, не выбирала, кроме шампуня. Мне просто предложили попробовать серию со спирулиной. Я сказала, да, конечно, хочу. Ну и, собственно, по порядку. Конечно, все ссылочки вы найдете в описании. Итак, первое у нас идет, это шампунь, фитогель для мытья волос, натуральный, укрепляющий для роста волос любого типа со спирулиной. И первое, что хочется отметить, спирулина – это водоросль. То есть не стоит надеяться, что здесь будет аромат каких-то цветочков, фруктов, что-то невероятно вкусное и приятное. Нет, это растительный аромат. Аромат, ну, я не скажу, что он противный, но и приятного как бы там тоже мало. Здесь, собственно, вся цель – это в использовании. То есть ставка делается на сам продукт, не на его аромат. Ну, давайте по порядку. Что хочу сказать об этом шампуне. Шампунь довольно, девочки, жидкий. Я, знаете, когда его увидела, он вообще жиденький, удивилась. И, ну, сомнения. Честно, были сомнения по поводу его использования, но на деле совсем нет ничего такого, знаете, в том, что он жидкий. То есть он отлично пенится, отлично мылится. То есть такая густеная просто шапка пены. Все промывает. И, ну, я укладочными средствами не пользуюсь, но я пользуюсь каждый день и смывашками. Все хорошо промывается. И это именно тот шампунь, который промоет волосы до скрипа. Я знаю, есть девочки массами, пользуются и так далее. То есть этот шампунь, я уверена, что он все смоет с ваших волос. Но, конечно, после него очень-очень нужен бальзам, либо же хорошая маска, потому что волосы после его использования спутаны. Следующее это у нас гель-пенка для лица смузи со спирулиной для умывания, снятия макияжа и очищения любого типа кожи. Я изначально думала, что это просто, да, какой-то, ну, какая-то умывашка. Она очень густая, очень, то есть, ну, прям вообще густеная-густеная, прям, ну, все на палочке остается, ничего, ну, даже не течет, понимаете? То есть надо на помпу несколько раз нажать и добыть этот продукт уже для использования. И в описании, здесь вот такое вот описание, нанести на ватный тампон или кончики пальцев небольшое количество пенки, бережно смыть макияж, потом смыть гель-пенку. Девочки, я никогда не смываю макияж умывашками, никогда. Честно, для меня это неприемлемо. Я изначально макияж смываю мицеллярной водой, двухфаской, да чем угодно, то есть средством для снятия макияжа и лишь потом умываюсь. Поэтому эту пенку именно в таком качестве, как для снятия макияжа, я не пробовала и не буду, потому что, ну, это просто мое внутреннее. Я не могу так, знаете, косметику размазывать по себе, смывать ее нет. И что хочу сказать? Наверное, в этом качестве ее и надо пробовать, но вот просто как для умывания, она же позиционируется как гель-пенка для лица, для умывания, да? Она вообще не мылится, не пенится. То есть это такой крем густеный, да, который вот, как вы видите, он вообще не течет, как бы, который не пенится, не мылится и как-то вот не чувствуешь, когда его на себя наносишь, что какое-то очищение. Ну, в принципе, кожа чистая после его применения, но это необычно, девочки. Это нестандартно и, знаете, какой-то такой конфликт внутри происходит, когда пользуешься им, ей, этой пенкой. Ну, вот такое вот средство. Следующее – это у нас скраб для тела с разогревом интенсивной со спирулиной. Значит, вот так вот выглядит скраб. Это такая вот кремовая консистенция, в которой находятся сами скрабирующие частички. Скрабирующие частички – это у нас соль, просто соль, и это соль разных, разного диаметра. То есть, ну, это то же самое, что вот просто в кремовую такую основу набросать соль, которую вот девочки обычно используем. Ну, я не использую, но кто принимает ванну, я просто предпочитаю душ. Ну, обычная соль, да, которую насыпают в ванну. То есть, она разной величины, она может быть и большой, она может быть и маленькой. Скраб не то, что жесткий, я бы сказала, что он колкий. То есть, из-за того, что частицы разной величины, как-то, ну, вот такие колкие какие-то ощущения, поэтому с ним нужно быть аккуратной. Масляной какой-то пленки, масляных каких-то таких жирных ощущений после использования нет, но очень-очень надо, как бы, аккуратно с этим продуктом обходиться. Поэтому будьте внимательны, когда, если приобретете, когда захотите его использовать. Использовать девочки с какими-то перчатками, с какими-то вот такими вот гаджетами 100% нет, вы просто себе раздерете в ранную кожу. Вот так вот. Следующее, это у нас гель-уход контурный для тела, охлаждающий со спирулиной. Кстати, это с разогревом, но я там не почувствовала никакого разогревающего эффекта вообще. Значит, здесь у нас охлаждающий. Выглядит, конечно, это средство не самым приятным образом, честно. Ну, так, девчонки, вот такая вот жиденькая субстанция. И что хочется сказать. Да, здесь есть действительно охлаждающий эффект. Но это не эффект, знаете, такого мороза какого-то, чего я боялась, что даб-зноба будет как-то пробивать. Нет, он очень приятный. То есть вы наносите это средство, оно жидкое, хорошо распределяется, быстро впитывается. И такой легкий охлаждающий эффект просто, ну, бомбический, серьезно. Мне очень понравился. И я думаю, что вот на лето это вообще супер будет. Что это будет, девочки, если вы любите по каким-то жарким странам путешествовать, если вот вы любите пляжи, после, если вы любите загорать, после этого дела нанести это средство будет просто, ну, кайфом. Ну, это так, на мой взгляд. Очень быстро впитывается, и кожа невероятно гладенькая, такая мягонькая, просто супер. Ну, единственный нюанс это вид его, как он выглядит, как бы немножко странно. И следующий продукт, это у нас крем-маска для тела, облако термо со спирулиной для антицеллюлитного обертывания. Девочки, как вы видите, у меня этот продукт новый запечатанный, я его не пробовала. И у меня просто, ну, нет по времени возможности им воспользоваться. Объясняю, почему. То есть, это средство нужно нанести, вот вы зашли в душ, приняли душ, да, как обычно, выходите и методом обертывания наносите эту маску на 30-40 минут. То есть, ходите 30-40 минут, потом опять идете в душ, все это хорошенечко смываете. Но это как минимум надо водной процедуре посвятить полтора часа, потому что я принимаю душ минут 30 точно. То есть, если есть возможность, то и больше могу 40 минут принимать душ. То есть, все процедуры, я, кажется, я не мою голову, то есть, скраб иногда. Ну, в общем, вы понимаете, да, то есть. И вот, ну, даже если я 30 минут буду принимать душ, плюс еще 30 минут это обертывание, плюс минут 5-10 пока это все нанесу, плюс потом смыть. Ну, это как минимум полтора часа, девочки, у меня нет такого времени, чтобы вот просто воспользоваться этим продуктом, ну, никак. То есть, полтора часа посвятить водной процедуре нет, серьезно нет. И когда это время у меня будет, я не знаю, потому что вот нужно обернуться, понимаете, ничего не делать. Потому что, ну, мало ли, да, как бы не бегать, не носиться и ходить без одежды. То есть, ну, нет, никак нет. Я эту маску даже не открывала. Я ее отдам человеку, который, возможно, ей воспользуется. И потом уже, скорее всего, по ее впечатлениям, я попробую сделать пост в Инстаграм, если вам это интересно. Но сама воспользоваться я ей не могу. И серьезно, девочки, такой нюанс, даже до ребенка, до рождения ребенка, я никогда не приветствовала процедуры, которые отнимают много времени. То есть, сходить с маской на голове по 40 минут, не знаю, еще чего-то. Я считаю, продукт должен работать на меня. Я его купила, я им пользуюсь. Ну, не так, что я посвящаю ему полдня, и даже если суперкрутой результат, нет. Я не люблю вот так вот, знаете, много-много времени на это тратить. Но это чисто, вот знаете, мои какие-то впечатления, даже не впечатления, а мое личное мнение. Ну, вот это вот все, что хотела вам показать. И самое-самое главное, это обратите внимание, что спирулина – это водоросль. То есть, аромат на весьма-весьма любителя. И цвет, цвет этой продукции тоже как бы, ну, вы видите, то есть, не самый-не самый приятный. Ну, так вот, такое двоякое впечатление об этой серии, двоякое. Не могу сказать, что она мне понравилась. Серьезно, вы знаете меня, что я пробую и говорю только честное мнение. Как-то, ну, так себе. Ну, с вами была Сакура, и всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok